К другим темам. Ровно 73 года назад впервые прозвучала знаменитая сегодня седьмая симфония Шостаковича. И произошло это в Куйбышеве. Исполнял легендарное произведение, эвакуированное в город Оркестр Большого Театра. Транслировали премьеру на весь Советский Союз. Нашему корреспонденту Марии Дворяниновой по архивам удалось восстановить тот самый вечер 5 марта 1942 года. Конечно, это уже совсем не тот театр, который был тогда, в 1942 году. Но именно здесь, в фойе между колоннами, шла подготовка Оркестра Большого Театра к премьере. Незабываемые впечатления от этих репетиций остались у Алексея Толстого. За дирижерским пультом Самуил Самосуд, по-рабочему в жилетке. Позади него на стуле Шостакович, похожий на злого мальчика. Звучит седьмая симфония, посвященная торжеству человеческого в человеке. Транслировали премьеру на весь Советский Союз. Слово «овация» не передает того, что тогда творилось в Куйбышевском дворце культуры. Вспоминает киносценарист Алексей Каплер. После заключительных аккордов в зале несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом шквал аплодисментов. У многих слезы на глазах. Вновь и вновь на сцену выходит Шостакович, создатель великого творения. И не верится, что этот 35-летний худощавый очкарик-интеллигент мог вызвать такую бурю эмоций. Я помню, что отец мой, встречаясь Шостаковича в Москве, он когда обучался, он отмечал именно вот эту невероятную скромность и какую-то даже застенчивость композитора. Он всё время боялся кого-то потревожить. Вот это ощущение какого-то невероятного уважения к чувствам ближних. Скромность Шостаковича читается даже в этих редких кадрах, где он сам исполняет фрагмент седьмой симфонии. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Дмитрий Шостакович. Знаменитый на весь мир Большой театр. Ленинградский драматический, симфонический оркестр всесоюзного радио. Лучшие артистические силы страны в годы Великой Отечественной войны работали в Куйбышеве. Культурной жизнезапасной столице посвящена отдельная страница проекта ГТРК «Самара. Здесь тыл был фронтом», кульминацией которого станет всероссийский телемарафон в федеральном эфире. Мария Дворянинова, Михаил Водовозов, Вести, Самара.